Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из муниципального отдела полиции Скопинского района задержали двоих жителей Рязанского района и одного рязанца, подозреваемых в семи кражах. Первая кража была совершена в середине марта в деревне Полково Рязанского района. Тогда из базовой станции сотовой связи похитили аккумуляторные батареи. Через несколько дней полицейские получили сообщение об аналогичных кражах батарей, совершенных из базовых станций сотовой связи в деревне Букрино Рязанского района и у федеральной трассы на выезде из города Рязани. Во всех случаях злоумышленники для взлома металлических дверей использовали автоген. В начале апреля газовый резак применили для взлома решетки окна одного из храмов города Скопина. Забравшись через окно в церковь, преступники похитили с одной из икон золотые украшения. Ориентировочно стоимость украденных украшений оценивается в 500 тысяч рублей. Анализируя обстоятельства этих краж и опрашивая свидетелей, проживающих рядом с местами преступлений, полицейские по крупицам собрали информацию о злоумышленниках. Оперативным путем установили, что кражам причастны двое жителей Рязанского района в возрасте 24 года и 35 лет и 29-летний рязанец. В ходе заранее спланированной спецоперации их задержали. В настоящий момент в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158. Кража. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В ночь на 26 мая в частном доме поселка Старожилово были обнаружены два трупа пожилой семейной пары. Эксперты выяснили, что каждому из них были нанесены множественные удары топором, от которых потерпевшие скончались на месте. Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что в ночь убийства вместе с ними в доме находился их сын, который недавно освободился из мест лишения свободы. В процессе опроса свидетелей и осмотра места преступления следователям удалось установить обстоятельства произошедшего. Из них следовало, что главным подозреваемым является сын убитых жителей поселка Старожилово. На предполагаемого преступника была составлена ориентировка. Данная ориентировка была передана всему личному составу подразделения. Также было нацелено автопатрулей несущей службы на адрес прочесывания маршрута патрулирования. Сотрудники ППС одной из патрульных машин во время несения службы заметили подозреваемого на остановке общественного транспорта на улице Чкалова. Через два часа после того, как получили ориентировку на розыск. На улице Чкалова, дом 21-а, к нам был остановлен мужчина на остановке общественного транспорта. После чего мужчина был доставлен в МВД России по железнодорожному району, где выяснилось, что он подозревается в совершении убийства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105-й. Убийство двух и более лиц. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые экспертизы. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции пресекли бесконтактную торговлю растительными наркотиками. Из квартиры ранее неоднократно судимого за незаконный оборот наркотиков рязанца изъяли 53 грамма наркотических средств. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух рязанцев, которые через тайники и закладки приобрели самодельные контейнеры с наркотиками растительного происхождения – горшишем и марихуаной. Экспертиза установила, что марихуана была изготовлена из элитного сорта конопли. Сотрудники УНК, УМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани установили, что к сбыту этих наркотиков причастен 28-летний рязанец. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Полицейские задержали мужчину недалеко от его жилища. Во время досмотра квартиры злоумышленника оперативники в холодильнике в одном большом контейнере с морковью и сосисками обнаружили вакуумные полиэтиленовые упаковки с растительными наркотиками. Рядом с ними хранились коробки с таблетками сильнодействующих веществ для ускорения роста мышечной массы. В одной из таких коробок нашли вакуумную упаковку сильнодействующих психотропных веществ. По предварительной информации, рязанец до недавнего времени работал фитнес-инструктором в одном из спортивных клубов города Рязани. До этого он дважды был судим за незаконный оборот наркотиков. Мужчина наряду с препаратами по ускорению набора мышечной массы употреблял наркотики. Вскоре заработанных в тренажерном зале денег перестало хватать на покупку запрещенных веществ. И мужчина забросил работу тренером и начал распространять наркотики. Суммарно у задержанного было изъято 53 грамма наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1. Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.